Расскажите, пожалуйста, о человеческих принципах, принципиальности и их роли в общении. Вот вопрос, он здесь, в синем на экране. Угу. Всем еще раз доброе утро. У нас технические, скажем так, неприятности, но надеюсь, мы с ними справимся попозже. У нас вопрос по поводу принципиальности. Понятие принципиальности опирается на определенные понятия, которые использует человек в жизни. И от того, насколько нереальный, будет зависеть то, что будет в реальности делать человек. Например, принципиально может быть человек, который опирается на какие-то ложные законы. Вот возьмем, например, Библию. Там есть 10 основных заповедей. И человек может принципиально за них держаться. Но его принципиальное понимание того, что это законы, как на них опираться, какая их суть, она может быть его личная. И если он будет использовать их так, как это афиширует Поппей, как это требует, то это его принципиальность привезет к проблемам. Понятие принципов, оно, в принципе, хорошее понятие. И оно говорит о том, что у человека есть в жизни какие-то устоявшиеся важные вещи. Например, честность, искренность, склонность учиться, то есть склонность обретать мудрость, умение видеть со стороны. То есть принципиальная позиция по поводу многих важных вещей. Но если эти принципиальные вещи опираются на что-то неразумное, то эта принципиальность будет работать против человека, соответственно. Если человек знает, например, космические законы, хотя бы основные, и способен оперировать этими законами, думая, что происходит в данный конкретный момент, и как этот закон можно использовать. Потому что в одном случае, например, он подходит, а в другом случае он не подходит. Точнее, он не касается данной ситуации. В общем, человек может для себя решать, правильно так поступить или неправильно. Это допустимо в данном случае или недопустимо. Как интерпортировать понимание Вселенной, понимание понятия мудрости, понимание своевременности, понимание, может быть, применимости закона. Это как разный инструмент. Например, вы что-нибудь ремонтируете. У вас есть какой-то инструмент, и вы понимаете, что он достаточен и своевременен, и разумен при применении ремонта в данном случае. Но появляется другой, как другой какой-то оборудовательный, другая машина. Вы понимаете, что к инструменту уже не подходит. Если у человека нет мудрости, если он не умеет думать, то его принципы могут работать против него. Принципы опираются обычно на какие-то штампы среднестатистического человека. И проблема штампа в том, что штамп иногда помогает решить вопрос в каком-то узком диапазоне. Но меняется ситуация, то есть меняется окружение, и этот штамп может не работать. И мало того, что он может не работать, он может работать ровно противоположно. Например, в буддизме есть такой заповедь «Не убей». Ну, нормальная, вроде бы, заповедь. Ну, «Не убей» называется немножко по-другому. Хотя все живые существа бесчисленные, дай обет их спасти. И в связи с этим буддисты стараются никого не убивать. Ну, соответственно, они едят мясо, никаких животных не убивают, и воздерживаются от насилия. Но если начинается война, и в тебя стреляют, то при неправильном понимании этого закона ты просто окажешься жертвой. Просто тебя убьют, и убьют всех тех, кто вокруг тебя, и тех, кого ты, например, должен защитить. Поэтому понятия принципиальности хороши тогда, когда человек понимает, на что они опираются, когда они применимы, и что стоит под этой принципиальностью. Любая твердая позиция человека в жизни, она хороша тогда, когда она разумна, и когда она будет решать проблему, а не ужесточать ее. Что у нас еще в вопросе? Как это устроено в энергетическом мире? Принципиально, в роли при общении. Ну, это не имеет значения, это в общении, или в энергетическом мире. Во-первых, общение это частично есть, скажем так, в известной степени, это есть обмен энергией. Поскольку каждый раз, когда вы с кем-то общаетесь, вы направляете на человека энергию. И, соответственно, человек, с которым вы общаетесь, направляет на вас энергию. Хотите вы этого, не хотите. Это в любом случае происходит. Чем вы находите друг друга ближе, чем вы находитесь в большей связи с этим человеком, например, родственники, друзья. Чем вы более эмоционально к этому относитесь, чем сильнее ваше энергополе, тем это общение будет более сильным. И, соответственно, то, что у вас есть, будет более сильно воздействовать на того человека, с которым вы общаетесь. То есть, важны ли принципы. Если это принципы порядочности, конечно, они важны. Но нужно еще правильно понимать эти принципы и не цепляться за эти принципы. Это что такое не цепляться? Умение правильно его применять. Например, у вас есть такой принцип, что вы не общаетесь с людьми, которые вас не уважают. У нас это вопрос жизни и смерти, например. Вы не будете с ним общаться, и, возможно, вы погибнете. А, возможно, погибнут люди, за которых вы отвечаете. Поэтому и в общении, и во всех остальных вещах, хотя общение, оно происходит на самом деле не только во время непосредственного разговора, оно может происходить и во сне, оно может происходить и мысленно. На многих планах оно осуществляется. На уровне так называемой энергетики, ну, если говорить, например, языком йоги, языком цигун, это, например, энергетика. Если говорить языком более социальным, например, он может назвать на уровне магии. Потому что умение владеть энергиями, это уже на социальном языке, скажем так, определенные магические вещи. И на уровне магии влияние становится еще более тонким, поскольку мы запускаем какие-то более тонкие системы, более тонкие полевые структуры, которые есть у человека, и пытаемся через них общаться. Мы можем общаться как на уровне эмоций, то есть запуская эти агрегаты, так и на уровне тонких тел. И существа более развитые, не только там ангелы, архангелы или божества, но и люди сильно развитые, они умеют общаться на уровне этих тонких тел. Где скорость информации другие, где качество информации, где глубина информации другая. То есть если эти принципы, они, соответственно, с ними что-то не то, то и с этим общением будут проблемы. Поэтому нужно в каждом случае учиться думать. Нужно изучать окружающий мир, чтобы понимать, что есть разумно, что неразумно. Какой закон работает, такой не работает. Как использовать тот или иной закон. Где границы разумности. Если вы, например, не знаете, как поступить в данном случае, как говорят мудрые люди, то остановитесь или подумайте. Уйдите из поля действия, осмыслите, потом продолжайте общение. Можно вспомнить какие-то самые значимые и важные понятия, которые у вас в жизни уже уложились, которые вы уже понимаете глубоко, и основываясь на них что-то делать. Принципы – это важная часть человека. На зависимости от того, на что они опираются, они могут быть либо злом, либо инструментом к развитию, либо они могут практически никак не воздействовать на окружающий мир. То есть создавать некое поле нейтралитета. Поэтому в каждой отдельно взятой ситуации внешне одно и то же действие может иметь ровно противоположный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok